Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Ильи и Александры. У ребят сегодня уже третий этап соревнований. Мы учимся простым правилам безопасности, при этом соревнуемся, как я говорю. Итак, ребята, половина пути пройдена, и поэтому я предлагаю сейчас вспомнить, о чем мы говорили с вами в предыдущие два игровых дня. В первый день, вы помните, мы говорили о том, какую опасность может принести сильный снегопад, а во втором, как себя вести при переохлаждении на морозе. Помните? Запомнили все, что говорила Мария Александровна? Да. Очень хорошо, ребята, постарайтесь все знания, говорится, донести до финала, как минимум до финала, потому что вам они еще очень даже пригодятся. Итак, ну что, время первого конкурса, ребят, снова будут загадки, только отгадки на этот раз, ребята, вам предстоит составить из букв, которые есть у вас на стенде. Сейчас они расположены в хаотичном порядке. Вам нужно будет выслушать загадку, найти строчку, и выстроить буквы в правильном порядке. Задания не из легких, поэтому каждый правильный ответ стоит уже целых три фишки. И одна фишка за скорость. Четыре фишки на кону. Ну что, все понятно вам? Да-да. Тогда подходите, пожалуйста, к своим стендам. Ребята, буду вам давать подсказку, буду называть количество букв, из которых состоит слово. И вам нужно будет только найти нужную строчку и выстроить буквы в правильном порядке. Итак, первая загадка. Все его зимой боятся. Больно может он кусаться. Прячьте уши, щеки, нос. Ведь на улице пять букв, пять букв в слове отгадки. И мы ищем, что это так кусается зимой у нас. Вот. Я. Ой, да. Что, Илья? Мороз. Это действительно мороз. Правильный быстрый ответ. Илья у нас зарабатывает четыре фишки. Хорошо, Александра, будь более внимательна. Восемь букв. Состоит слово-отгадка из восьми букв. Человечек непростой появляется зимой, а весною исчезает, потому что быстро тает. Что это такое? Человечек зимой. Готово. Ребята, восемь букв. Я говорила, почему вы невнимательно слушаете то, что я говорю. Восемь букв. Это человечек, который тает зимой, если вдруг оттепель наступает. Человечек. Что за человечек? Который весной тает. Выбираем нужные буквы, чтобы не было щебок. Молодец. Быстро и правильно, Умочка. Ждем Александру. Она тоже уже почти закончила. Итак. Но сейчас важно, конечно, без ошибок все, Саша, сделать. Мы тебя ждем, поэтому смотри, чтобы все было верно. Вот, все, я увидела, хорошо. Отлично, ребята, это действительно кто? Снеговик. Снеговик, конечно. Итак, я кладу, я сама буду вам раскладывать. Вы стоите уже на своих местах. Итак, снова четыре фишки за правильный быстрый ответ у Ильи. И три фишки у тебя, Саша, за правильный ответ. Хорошо. И последняя, следующая загадка. С неба он летит зимой. Не ходи теперь, босой. Знает каждый человек, что всегда холодный. Что всегда холодное? Время, время. Все. Снеговик. Читай, что получилось. Читай. Читай, составляй, уже ж надо правильно идти. Снеговик. Снеговик. Ну, это понятно, что ты знала отгадку. Мы тебе ее засчитываем. Три фишки ты заработала. Молодец. И четыре фишки у Ильи. Илья впереди планеты всей сегодня. Все загадки верно. Быстрее присаживайтесь. Первый конкурс на этом, ребята, завершен. Молодцы. А сейчас время встречи с нашей очень хорошей знакомой Марией Александровной. Она уже готова выйти на связь. Так что поворачиваемся к экрану. Ребята, привет. Я очень рада нашей новой встрече. Мы с вами уже успели познакомиться с различными явлениями природы, которые можно наблюдать в холодное время года. А сегодня вам предстоит узнать о том, как правильно себя вести во время метели. Ребята, как вы считаете, какую опасность несет в себе метель? Илья, Саша, какую опасность несет в себе метель? Может унести, если что-нибудь поломать на тебя, упадет. Правильно, Илья. Электропередач может оборваться. Оборваться провода линии. Да, правильно, все верно. Давайте послушаем дальше, Марию Александровну. Ребята, ежегодно в зимний период времени население страдает не только от воздействия низких температур, но и от такого природного явления, как метель. Ее интенсивность зависит от скорости ветра и снегопада. Во время метели видимость резко ухудшается, на тротуарах и проезжей части образуются снежные заносы, гнутся и ломаются деревья. Именно поэтому во время сильной метели старайтесь не выходить на улицу без особой надобности. Если же она застала вас в пути, держитесь на безопасном расстоянии от легких построек, линий электропередач и других сооружений, которые могут быть разрушены. Сегодня вы узнали немного больше о безопасном поведении. А наша встреча подходит к концу. Я желаю вам успехов и, конечно же, победы! Ребята, это еще не все испытания на сегодня. Впереди финальное. Это, кстати, будет тест. Вы знаете, что такое тест? Да. Что такое? Кто расскажет? Илья, ну давай. Надо по своим знаниям использовать все их и написать и делать. Так, вот так вот в общих чертах нам обрисовал понятие Илья-тест. Хорошо. Да, ребята, тест это вообще, когда задается один вопрос, и на него дается три варианта ответа. И вам из этих трех вариантов нужно выбрать один правильный. Вы знаете, очень многие экзамены сейчас сдаются в форме теста. Через несколько лет вы с этим столкнетесь. Ну а сегодня я предлагаю вот одно из испытаний пройти в форме теста. Сейчас мы с вами потренируемся. Хочу задать вам такой один простой вопрос. Раздам циферки, вот один, два, три. Это первый вариант ответа, второй и третий. Вам нужно будет поднять правильную цифру с нужным вариантом ответа. Итак, вопрос вот какой. Скажите мне, переходить дорогу надо первое на красный свет светофора, второе на желтый, третье на зеленый. Правильно, только поднимать нужно одну карточку. Хорошо, вот так, чтобы было видно и мне, и нашим телезрителям. Вот так, правильно. Вот, ну я вижу, что вы поняли, как отвечать. Единственное, по одной карточке поднимаем. Задание непростое, поэтому каждый правильный ответ – это три фишки. И одна фишка за скорость. Итак, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, если зимой вы увидели на тротуаре оборванный провод, то надо, первое, убрать его, чтобы он не мешал ходить, второе, позвонить в МЧС и сообщить взрослым, третье, выяснить, откуда он упал. Правильно, правильно. Саша была чуть-чуть быстрее, поэтому четыре фишки у Александры в копилке оказывается, сиюминутно, и три у Ильи. Следующий вопросик, второй. Если сильно замерзли на улице, то надо, первое, растереть снегом замерзшие части тела, второе, быстро принять горячую ванну, и третье, немедленно идти в тепло, снять одежду и закутаться в одеяло. Правильно, одновременно правильный ответ, ребята. Все остальные при охлаждении делать все остальное действие нельзя. Вы ответили очень быстро, поэтому я за скорость дам каждому из вас по фишке. А в целом вы заработали по четыре фишки. Ох, долго сегодня будете считать фишки заработанные. Или я такой серьезный. Итак, ребята, третий, последний вопрос. При сильной метели особенно опасен, первое, сильный ветер, второе, низкая температура и плохая видимость, третье, все вместе взятое, и температура, и плохая видимость, и заносы. Правильно, правильный ответ, ребята. Третий, это действительно верно. Каждому из вас по четыре фишки. Я думаю, это будет справедливо. Молодцы, ребята, очень хорошо вы отвечали на вопросы теста. Я довольна результатом. Что ж, карточки мы быстро сложили. И сейчас, ребята, я вас попрошу, мы сейчас вместе с вами внимательно посчитаем, сколько же вы фишек сегодня заработали. Итак, ребята, третий игровой день завершен. Счет 18-23. Ребята, а завтра финальная игра. Завтра мы определим, кто же станет победителем. Поэтому встречаемся завтра. А на сегодня пока. До встречи, ребят. Пока-пока. Пока-пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97.